Аминь. Я приветствую всех, кто присоединился к нам через телеканал ТБН. Слава Господу! Мы продолжаем собираться вместе. И сегодня уже 23 воскресенье, как мы вот в таком режиме собираемся вместе. 23 воскресенье, это уже почти полгода, как мы оказались вот в такой ситуации неожиданно, дистанционно. Теперь мы собираемся и нас разделили. И мы теперь участвуем в богослужении, глядя в телевизор, не имея возможности вот так вот прикоснуться друг к другу, обняться, благословить, пообщаться, только дистанционно, особенное время. На самом деле, особенное время, над которым мы, наверное, еще совсем недавно смеялись. Буквально на днях я смотрел фрагменты из одного выступления Михаила Задорнова. Это 2014 год. И он смеялся над онлайн-церковью. Он говорит, ну, понятно, я его словами не скажу, но суть я вам передам. Он говорит, вы только представьте, значит, теперь если помолиться, вы можете оставить свою молитву в чате. И все смеются. А кто-то не смеется, потому что даже слов таких еще не понимал. Как это оставить молитву в чате, как это, значит, сделать какой-то запрос в ютубе и так далее, и так далее. И он вот говорит этими словами. Видно, что сам, значит, записал это, выучил, потому что все это такое новое. И весь зал хохочет и смеется, что если вы хотите исповедоваться, он говорит, то есть в этой новой церкви, он ее представил, он говорит, понимаете, есть старая вера, а есть новая вера. Эта новая вера принадлежит онлайн-церкви такая, знаете, онлайн-церковь. И вот если вы хотите там исповедоваться, то вы должны забить, значит, в поисковике там, или в строке «Грехи» назвать, значит, свой грех, и из появившегося списка вы должны выбрать грех, который вам понравился, значит, кликнуть на него и так далее, и так далее. И все хохочут. 2014 год. Прошло 6 лет. Сегодня никому не смешно. Я думаю, если бы сегодня он просто серьезным видом прочитал вот это свое выступление, то все бы послушали и подумали бы, ну, в каком месте смеяться-то, ну, все понятно, да, существуют такие церкви, и, в общем-то, кто-то стал уже привычным прихожанином такой церкви. Онлайн-церковь. Незадолго до пандемии, в которой мы все оказались, стала рекламироваться онлайн-церковь. И я знаю, что некоторые братья и сестры из существующих обычных церквей, которые собирались вживую, они присоединились к такой онлайн-церкви. Я пытался понять, разговаривая с некоторыми из таких людей, что же их интересно туда притянуло. Чем же интересно онлайн-церковь им так понравилась? И надо признать, что не сразу они раскрывали все карты, так сказать. Не сразу они ясно и понятно могли объяснить, что же их туда все-таки притянуло. Но в результате нашего общения становилось понятно, что есть две основные причины, по которым эти люди, которые принадлежали обычному собранию, обычным церквям, решили стать прихожанами церкви онлайн. Одна из этих причин следующая. Оказывается, там учили, что в последнее время не нужно будет собираться вот так вот вживую, потому что у нас есть теперь интернет, медиа-возможности разные будут еще больше расширяться, распространяться, и у нас больше возможностей в результате появляется. Да и церковь растет быстрее, онлайн-церковь растет быстрее, чем любая из существующих обычных церквей, которые собираются в обычной форме. Да и усилий тратится меньше, чтобы такую церковь сделать больше. Поэтому это перспектива будущего, говорили они, и нам не обязательно тратить столько времени на дорогу, не обязательно тратить столько сил на организацию, и все то же самое у нас есть, говорили эти люди. Мы также слушаем проповедь, мы также стараемся понять, как применить ее в жизни. Мы можем в чате попереписываться или по телефону созвониться и иметь такие же отношения. Ничего не меняется. Просто мы экономим время, средства, затраты разные. Все у нас экономится, и это наше будущее. И вторая причина, по которой они решили поменять собрание на онлайн-церковь, там учили, что в последнее время, вот в результате вот всех этих изменений, не обязателен будет пастырь, как человек, потому что мы будем все членами Вселенской Церкви. Мы все объединимся таким образом, мы за единство. Никакая поместная церковь не может иметь таких возможностей, как онлайн-церковь, потому что мы все будем едины в слове, мы будем едины в проповеди, мы соберемся вместе, мы будем иметь все то же самое, что и любая поместная церковь, но при этом мы будем настолько едины, и нас будет так много, и это перспектива последнего времени. И там не нужен будет отдельный какой-то человек, пастырь, ведь Бог не даст никому своей славы. И он, Иисус Христос, он единственный пастырь, и у нас один пастырь Иисус Христос, и мы все члены Вселенской Церкви, онлайн-церкви. Вот так примерно, значит, из разговора с этими людьми, я понимал, что их притянуло туда. То есть не надо собираться вживую, и не нужен какой-то пастырь, который будет говорить в твою жизнь. Еще недавно, слушая все это, для нас было очевидным, что эти люди заблуждаются, потому что так необходимы нам живые общения, так необходимы живые отношения, поэтому мы готовы собираться, тратить время, силы, деньги, но чтобы видеть друг друга, чтобы общаться друг с другом, участвовать в жизни друг друга, но прошло буквально небольшое количество времени, и сегодня я думаю, что у многих христиан, которые еще недавно смеялись над подобными рассуждениями, сегодня возникают вопросы. А может быть, те люди все-таки были правы? А может быть, они просто предвидели все события, которые должны были произойти, и они начали собираться в таком режиме раньше? А может быть, на самом деле, это перспектива последнего времени, и нам не нужны такие собрания, где мы бы собирались в каком-то отдельном месте, где бы мы могли вот так вот обняться, а надо ли это, а безопасно ли это? Ведь сейчас это небезопасно, ведь зачем все это нужно? И возникают вопросы, а надо ли возвращаться вообще в ту форму богослужения, в котором мы годами были, в котором мы выросли, через которое мы узнали Господа? Надо ли нам возвращаться в это прошлое, или это всего лишь пережитки прошлого, и нам надо смотреть вперед с верою, видя какую перспективу нам открывает будущее? Чуть позже я хочу вернуться к этим вопросам, и предлагаю вам порассуждать сегодня над ними, и получить ответы. Я верю, что Господь будет давать нам сегодня эти ответы. Но перед этим я хочу обратить ваше внимание на три, на мой взгляд, очень важные особенности, которые определяют настоящую церковь, и которые отличают настоящую церковь Иисуса Христа от подделок, я скажу, как есть. Иисус сказал однажды своему ученику Петру, он сказал всем ученикам, он говорил, что «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Это записано в послании, не в послании, в Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 18 стихе. Можете обратить на это внимание. «Я создам церковь мою», сказал Иисус Христос, «и врата ада не смогут одолеть ее». Мне кажется, сейчас поднимается весь ад, чтобы одолеть настоящую церковь, чтобы разрушить то строение, за которое Иисус Христос пролил свою кровь. Мне кажется, сегодня так много усилий предлагает сатана, чтобы исказить, исказить настоящее собрание, чтобы принести туда какую-то подмену, какую-то отраву, и чтобы в результате разрушить то, что строит Иисус Христос. Но мы верим Слову Божьему, которое говорит, «врата ада ее не одолеют». Я уверен, что Господь даст нам достаточно мудрости, водительства Святого Духа и открытые глаза, чтобы видеть, что есть настоящее, а что является подделкой. Подделка всегда дешевле стоит. Подделку всегда легче добыть. За подделку не надо платить так много, как за настоящий бриллиант, как за настоящее сокровище. Ну и результат, конечно, разный. Итак, три особенности. Первая особенность. Я вижу из Священного Писания, что настоящая Церковь Иисуса Христа берет свое начало от самого Иисуса Христа, который сделался краеугольным камнем в этом великом строении под названием Церковь. И Он не просто встал рядом или как-то научил, как надо строить Церковь, Он стал частью, неотъемлемой частью, от которой все начинается в Церкви. Иисус Христос показал нам пример, какими наши отношения должны быть. И я думаю, знаете, Он пришел на эту землю не от того, что Ему не доставало каких-то медиавозможностей. То есть, Бог посмотрел, но вся земля уже разрушается, просто наполняется грехами. Ну как же до них донести? Ну как же им объяснить, ну что же можно сделать, чтобы изменилась эта ситуация? Интернета нет. Ну, телефон, до каждого не дозвонишься. И вот Бог такой рассуждает. Как же интересно, какие же способы надо придумать, чтобы донести до человека, как им надо вернуться в отношения с Богом? Я хочу вам показать одно местописание. Это записано в книге пророка Даниила в пятой главе. И знаете, там такая история интересная, как один царь, Валтасар, сын Навухадонасора, он возгордился, взял сосуды из Дома Божьего, золотые, серебряные. Тогда Иудея находилась под властью Вавилона. И он взял, в гордости своей начал пить, есть. И вот давайте прочитаем, что произошло. Книга пророка Даниила, пятая глава, с четвертого по шестой стих. Пили вино и славили богов золотых, серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой пальцы, то есть кисть руки появилась. И писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем и так далее, и так далее, и так далее. Но было от чего измениться в лице. Я думаю, сегодня, скорее всего, наш царь или наш президент, он бы не удивился, скорее всего, сказал, ну нормально, ребят, придумали так-то ничего. Что это, 3D, 5D, как это называется правильно. В общем-то, легко, мне кажется, сегодня объяснить все эти вещи. Но тогда вот этот царь вавилонский, он и близко такого не видел, он просто побледнел, потерялся, в лице своем изменился. Как это? Рука, кисть руки. Понимаете? Но это была не фикция, это был не муляж, это было настоящее. У Бога возможностей намного больше, чем мы можем даже представить себе, понимая все медиа возможности, которые сегодня существуют в этом мире. Бог на самом деле может проявить себя так, как Он хочет. Просто из стены выходит человеческая кисть и пишет. И у Бога нет никаких проблем с этим. Если бы Он захотел, Он бы представил это в мире в таком виде, что никому бы мало не показалось, все бы очевидно поняли, что с ними происходит на этой земле и что им надо делать. Но Бог избрал совершенно другой путь. Он избрал не просто впечатлить людей и дать какие-то возможности, где не нужно касаться друг друга, но Он послал Сына Своего Иисуса Христа на эту землю. И мы знаем, что Иисус пришел прямо на землю. Прямо в это общество человеческое. Прямо к тем людям, которые игнорировали Его или отвергали Его из своей жизни. Которые издевались над Ним, которые смеялись над Ним, которые плохо пахли, которые были нечестивые, всякие разные, и духовно плохо пахли, и физически бывало плохо пахли. Но Иисус, Сын Божий, оделся в это человеческое тело и пришел на эту землю, чтобы прикоснуться к Тебе и ко Мне, чтобы посмотреть в Твои глаза, чтобы быть близко к Тебе, как только это возможно, чтобы Ты мог видеть Его, чтобы Ты мог чувствовать Его, чтобы Ты мог прикоснуться к Нему. Когда Иисус Христос совершил то, для чего пришел и вознесся потом воскрес на третий день, а потом вознесся на небо, то пришел Дух Святой, о Котором Иисус говорил, и Дух Святой поселился прямо в наши сердца. И Он так близок теперь к тем, кто верует в Него. Он настолько близок, что ближе просто не может быть. Он в сердцах наших, Он там, изнутри говорит в нашу жизнь. Он там, изнутри дает нам почувствовать Его настоящего, с которым мы однажды встретимся лицом к лицу, как говорит Священное Писание. Но сегодня Он там в наших сердцах. И сложно вообразить себе что-то более особенное, потрясающее и близкое. И так Иисус, Он не просто научил нас, как надо правильно жить, но Он оставил небо и пришел на эту землю и был как человек, который обитал среди нас. Когда подошли к Нему двое из учеников Иоанновых и спросили, где живешь, то они легко могли прийти в тот дом, где Он жил и увидеть, как Он жил. Иисус не с неба рассказывал о Своих небесных обителях, хотя потом Он и это делал, но Он здесь, на земле, жил, и Он показывал всем, как Он живет, Он был открытым. Более того, три с половиной года Он прожил со своими двенадцатью учениками 24 на 7, постоянно находясь в доступе для своих учеников, никогда не прячась, никогда не пиаря себя, какой Он есть, настоящий, они могли видеть Его настоящего. Дорогие, и я думаю, что это тот пример, который Он показал нам. И это первая особенность. Нам надо видеть этот пример. Я повторюсь, этот пример мы имеем не от недостатка медиа возможностей на небе, а от того, что это был путь настоящий. Это отношения настоящие, это не подделка. К Иисусу можно было прикоснуться. Сегодня есть такие возможности, что представляется что-то, какой-то образ, и все видят, что на самом деле это есть. Вот он летит, шар какой-то, вот он летит, самолет какой-то, вот действия какие-то происходят, вот зоопарк, перед тобой зоопарк, лошади ходят, антилопы, жирафы, медведи ходят, только через короткое время ты вдруг осознаешь, что это это был оказывается просто муляж какой-то, это был оказывается просто мираж какой-то, просто образ какой-то, который при помощи компьютерных технологий создали, но создали так, что ты не отличишь это от настоящего. Кстати, есть такие значит учения гностические, которые учили именно об этом, они говорили, да просто Бог создал вот этот мираж, на самом деле не было Иисуса воплоти, это невозможно, чтобы Бог пришел воплоти, чтобы можно было прикоснуться к Богу, грешному человеку, есть целые учения, которые опровергали тот факт, что Иисус Христос, Сын Божий, пришел воплоти и жил среди людей, но мы знаем, что это гностические лжеучения и апостол Иоанн и другие апостолы, если вы почитаете Писание, вы увидите, как они боролись с этими лжеучениями и апостол Иоанн говорил, что кто не признает Иисуса Христа пришедшего воплоти, да будет анафема, все, да будет он отлучен, да будет это учение отлучено, потому что все это лжеучение, как только этот пункт номер один искажается, как только мы перестаем видеть пример Иисуса Христа, который оставил небо и пришел в наше человеческое общество, чтобы жить среди людей, такой, какой есть, настоящий, живой, воплоти даже, как только мы перестаем видеть этот первый пункт, все меняется, апостол Иоанн говорит, дальше не о чем говорить, он говорит, да будет анафема, иначе дальше не о чем говорить, Иисус Христос пришел воплоти. Это первая особенность, которая отличает настоящую церковь от любой выдуманной, какой бы красивой и перспективной она ни казалась. Пункт номер два, это то, что Иисус оставил как учение, и он сказал своим ученикам, и это написано в Евангелии от Матфея 28 глава, самые последние стихи, он обращаясь к своим ученикам, сказал, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и я уча их соблюдать все, что я повелел вам, и я пребуду с вами до скончания века. Понимаете, просто проповедовать, просто обратиться к людям, это еще не все, это полдела. Даже если человек поверил, он как родился свыше, он принял Иисуса Христа в свою жизнь, как Господа и Спасителя. Что дальше? Это только первая часть послания, которое передал Иисус Христос, но дальше он говорит, теперь нужно вырастить этого человека, теперь нужно научить этого человека жить по ценностям, по принципам Царства Божьего, иначе он останется неправильно сформированным или останется просто мирским, и дьявол сворует то спасение, которое Бог подарил ему. Надо вырастить теперь этого человека, надо передать ценности неба, надо теперь научить все, чему мы сами научились, и вот этим занимается церковь. Церковь проповедует Евангелие, и это первая часть дела, а потом церковь помогает человеку вырастить, вырасти, и это невозможно сделать опять же теоретически, понимаете, когда Иисус говорил и научите, он имел ввиду тот образ, который тогда был очень понятный, это отношение мастера и подмастерия, это не когда за парты все сидят и правильно отвечают, нет, это когда мастер передает свой профессионализм, свои ценности ученику, и этот ученик, учась у этого мастера, принимал не только теорию, более того, он принимал не только практические навыки ремесла, которому обучался, он перенимал образ мышления учителя, он принимал его ценности, вот такой образ был понятный в то время, когда Иисус говорил, идите и научите все народы, и это невозможно сделать по отношению ко всей толпе, это возможно лишь в тех отношениях, это третья ценность, о которой я хочу сказать, третья особенность, это то, чему учил апостол Павел и другие ученики, учение Иисуса Христа возможно передать только находясь во всяких взаимоскрепляющих связях, о которых говорил Иисус и о которых говорили апостолы. Учение Иисуса Христа передается от сердца к сердцу, учение Иисуса Христа передается от более старших к младшим, от наставников к ученикам, и множество этих взаимоотношений описаны в Новом Завете и апостол Павел не раз предупреждал, он говорил вы младшие повинуйтесь старшим, вы значит повинуйтесь своим наставникам, повинуйтесь своим пастырям, показывая насколько многогранны есть эти отношения и при этом человек растет духовно, укрепляется, начинает понимать что такое терпение, что такое смирение, что такое послушание и по-другому невозможно этому научиться дорогие и последнее наверное еще здесь скажу что отличает настоящую церковь все-таки отличает присутствие наличия и пастыря и апостола и евангелиста и пророка и учителя и все это из людей послание к ефесянам 4 глава 11 стих и там написано очень понятно что он Иисус Христос поставил здесь на земле то есть сначала он пришел сам он показал пример как начинается настоящая церковь а потом он поставил одних апостолами других пророками значит евангелистами пастырями и учителями для созидания этой церкви для формирования для роста этой церкви поэтому отвергая людей которых поставил Бог мы отвергаем то устройство которое определил Бог созидая церковь которую врата ада не одолеют и дьявол так много прилагает сегодня усилий для того чтобы разрушить вот эти понятные особенности вот эти понятные ценности он старается сделать все чтобы разобщить людей чтобы они поодиночке были он старается сделать все создать любые самые комфортные условия но лишь бы ты не нуждался особенно в пастыре в человеке лишь бы ты никто в твои глаза не мог посмотреть лишь бы никто не смог задать тебе вопрос на который ты сам себе не придумаешь ответ тебе надо ответить лишь бы не оказался с тобой человек рядом по отношению с которым ты не сможешь играть и тебе надо будет либо признать что-то в своей жизни или что-то изменить либо понять что есть проблема теперь возвращаемся к вопросу нужны ли нам эти собрания которых мы лишились последние полгода нужно ли нам есть ли необходимость в том чтобы собираться в живую или это остается как пережитки прошлого я скажу один плюс и один минус всего лишь отвечая на этот вопрос знаете есть большой плюс на самом деле не надо так много затрат для того чтобы организовать подобное служение группа людей просто собирается они конечно упахиваются они конечно делают все возможное молодцы на медиа служение сегодня большинство нагрузки но мы в принципе дома можем наслаждаться это так же здорово знаете когда мы выходим выходим в эфир в течение недели я могу даже не переживать о том как я выгляду выгляжу ниже пояса потому что меня значит показывают только вот от пояса я могу сидеть в трусах и проповедовать вам и комфортно себя чувствовать вообще никто даже не поймет что что-нибудь не так и конечно это намного легче я могу там причесаться и вы даже не поймете глядя на экран телевизора сколько дней я например не помылся я моюсь регулярно все нормально но понимаете по телевизору это не увидишь и ты никогда не сможешь подать пример другому человеку как надо выглядеть как надо значит какие-то ценности воплощать в жизнь даже если тебе очень трудно ведь собраться на живое общение это целый ритуал это значит надо и помыться и побриться и причесаться и еще чтобы по пути ветер волосы если ты выходишь обращаться чтобы волосы не растрепал и это столько возможностей на меня девочки когда видят как я готовлюсь значит к какому-то собранию они просто смеются говорят папа мне кажется ты больше косметикой пользуешься чем мы и потому что так много всех этих приготовлений так много нужно чтобы подготовиться и нормально и пахнуть уважая других людей а здесь не надо никого уважать здесь просто с экрана телевизора можешь вещать передавая какое-то слово и все есть теория но ты не увидишь человека в жизни настоящего но это очень удобно не надо тратить деньги не надо тратить время на самом деле час добираться до богослужения до того места где это проходит конечно очень выгодно конечно очень удобно знаете я хочу вам привести один маленький пример у нас есть кот Жорш его зовут и он как-то начал метить он вообще породистый кот и мы даже от него прибыль какую-то получали да когда он спаривался там с другими кошками и нам хозяева деньги даже платили ну в всяком случае обрабатывал да себя за питание свое отрабатывал молодец и ему хорошо но однажды он стал метить просто мы не успеваем кошку ему принести а он уже все пометил уже все определил где там его позиция где его место и стал портить вещи и мы и так и всяко что мы только не делали и наказывали и тыкали и брызгали разными вещами не помогает не меняется кот просто тогда мы решили его кастрировать и вы знаете удивительная перемена потрясающий просто он перестал гадить он через какое-то время такой поправился знаете холеный такой стал такой красивый котик такой толстенький симпатичный такой прям вообще и не метит нигде и не гадит везде всегда на место в лоточек мы просто не могли нарадоваться ну до сих пор радуемся слава богу все нормально с Жоржиком у нас знаете только что я осознаю что он никогда уже потомство не принесет надо назвать вещи своими именами и сказать что наш кот с того времени бесплодный почему я пример этот вам привожу потому что мне кажется что-то похожее может произойти с некоторыми людьми они оказываются в такой стерильной обстановке такое стерильное общение где никто тебе против ничего не скажет где никто тебе не раздражает своим запахом неприятным вы только подумайте вспомните когда приходил какой-то бомж в ДК прогресс и мы все думали что же с этим бомжом делать и куда же его поставить чтобы этот запах не распространялся ну неудобно ну некомфортно надо что-то с ним делать а это человек и мы понимаем что и выгнать просто так не выгонишь а с другой стороны он не имеет никакой возможности в данном случае во всяком случае он не имеет где жить не имеет где привести себя в порядок и надо я видел как братья и сестры подходили и проповедовали этим людям и это достойно очень когда ты опускаешься на уровень человека подобно как Иисус опустился с неба на наш уровень чтобы быть для нас доступным и понятным и когда вы говорите опускаясь на этот уровень к людям не смеясь не высмеивая не издеваясь но вырабатывая смирение вырабатывая долготерпение вы доносите Евангелие до каждого человека это настолько огромная ценность потому что вы поступаете в таком случае так же как ваш учитель Иисус Христос и он оценивает каждую такую ситуацию когда тебе некомфортно но ты продолжаешь служить когда у тебя и так времени хватает но ты все-таки делаешь все чтобы привести себя в порядок и прийти и быть полезным там где Бог тебя ожидает видеть это очень ценно это очень ценно но это сложнее и это некомфортно это правда но в результате если мы поведемся на вот такую стерильную форму взаимоотношений если мы поведемся на такой стерильный образ жизни где никто тебе не скажет против если тебе не нравится эта проповедь ты вообще можешь переключиться на другую проповедь не об этом ли говорил Иисус что люди будут в последнее время очень избирательны они будут хотеть чувствовать себя очень комфортно и поэтому даже учителей они будут не смиряться перед учителями а они будут выбирать учителей которые бы льстили их уху которые бы не сказали что-то в разрез которые бы не обличили так что ты некомфортно начинаешь себя чувствовать и выгодно и меняться надо и не знаешь что делать этим будет отличаться в последнее время говорил Иисус Христос очень удобно переключи на другого проповедника кто-то более ярко и интересно говорит какую-то историю рассказывает переключись и все и никто не будет тебя напрягать и никто не спросит тебя почему ты не пришел на собрание ведь никто даже не узнает встал ты с постели или ты лежа полежал или вообще ты проспал объясняя себе что вчера ты поздно лег и надо утром рано вставать и у тебя воскресенье единственный день а завтра опять на работу и никто даже не спросит и не поймет этого но при всей этой видимой красоте и удобствам я опасаюсь как бы многие не оказались бесплодными потому что как ты сможешь выработать терпение и принести этот плод который Бог ожидает от каждого из нас ведь он ожидает что мы будем приносить эти прекрасные плоды любовь смирение терпение и долготерпение праведность милосердие сострадание и многие многие другие плоды о которых говорил Иисус о которых говорили апостолы которых Бог ожидает от нас за которые в результате мы потом и награду будем иметь насколько у нас получилось эти плоды приносить на этой земле и мы можем оказаться в удобных обстоятельствах но при этом остаться бесплодными и не принести никакой пользы и мне кажется это нехорошая перспектива я последнее местописание наверное вам успею прочитать послушайте Евангелие от Луки 22 глава 31 и 32 стихи и сказал Господь Симон Симон вот Сатана просил сеять вас как пшеницу но я молился о тебе чтобы не оскудела вера твоя и ты некогда обратившись утверди братьев твоих мне так нравится это слово которое Иисус сказал апостолу Петру и я раньше даже смотрел думаю как же сеется пшеница редками понял что она сеется там я думаю ну наверное вдали друг от друга и мне стало интересно как будто чего-то не хватает я стал вникать как сеется пшеница но когда я дошел до оригинального текста я увидел что вот это слово сеять более правильно было бы звучало бы как просеивать то есть то есть сатана просил чтобы Бог просеивал людей как пшеницу а Иисус говорит но я молился о тебе Симон чтобы не оскудела твоя вера и слово оскудела тоже имеет еще знаете какое значение заканчивалась вера может оказывается заканчиваться в результате каких-то давлений в результате каких-то обстоятельств написано что от того что будет много беззаконий любовь охладеет и вера может заканчиваться так вот что происходит и что ты можешь чувствовать когда дьявол приступает к тебе ты можешь чувствовать что ты недостоин потому что дьявол всегда когда приступает к Богу он имеет претензию к человеку он всегда обвиняет он всегда грузит он всегда хочет сказать что ты недостаточно хорош что ты недостоин что у тебя что-то не получится просеивать надо знаете как есть пшеничка зернышки а есть вот эта шелуха и когда сеют эту пшеницу шелуха улетает я вам предложу еще одну мысль я думаю что речь почему Иисус не захотел и Бог не захотел просеивать так церковь я думаю это по той же причине почему однажды господин про которого Иисус рассказывал не позволил своим рабам пойти и выдергивать плевелы он объяснил это очень понятно чтобы вы выдергивая сорняки и пшеницу где-то не повыдергивали потому что Бог ценит каждый колосочек потому что Бог ценит каждого человека нет ни одного человека которого бы дьявол сотворил нет ни одного человека который был безразличен для Бога поэтому он говорит не-не-не-не пусть вырастет все и потом когда будет все очевидно прям перед жатвой уже когда уже ничего не может быть изменено тогда мы отделим пшеницу от плевел плевелы сожгем а пшеницу соберем в жительницу я думаю по этой же причине знаете когда просеивают пшеницу и под ветром например ее сыпят то тогда тяжелые вот эти зернышки они падают а вот эта шелуха вся ветром сдувается но я думаю ведь какая-то легкая какая-то легкая зернышко может ведь тоже улететь если ее так начать просеивать и я думаю что здесь показана разница между тем как относится сатана к человеку и между тем как Иисус относится к человеку который дорожит каждым зернышком который не допускает слишком сильного ветра чтобы кого-то не унесло который оберегает каждого человека поэтому он говорит дьявол предложил хороший вариант он говорит давай отсеем все ведь тебе тоже шелуха не нравится ведь ты тоже хочешь очистить свой народ давай некоторые испытания пошлем давай отсеем что-то и он не заботится о том что кто-то может не справиться что-то кого-то может вынести что кто-то останется один и будет задавлен но Иисус говорит но я молился о тебе чтобы не оскудела чтобы не закончилась твоя вера чтобы ты мог выдержать любое испытание и это то что Иисус ожидает от каждого из нас нам нужно живое общение чтобы мы могли участвовать в жизни друг друга нам нужно это собрание чтобы мы могли молиться друг о друге чтобы могли помогать друг другу чтобы никто никто в церкви не остался один никто не оказался в комфортных условиях но один и для дьявола нет преграды он может прийти в любое место и принести эту ложь и никто тебя не сможет тогда защитить если нет рядом брата или сестры которые скажут да перестань что-то не получилось получится поднимайся это вопрос жизни и смерти или ты один останешься в удобной интернет обстановке или ты приложишь усилия но будешь частью настоящей церкви настоящего живого собрания которое врата ада не одолеют и ада Субтитры подогнал «Симон»